Диагноз Север Друзья, сегодня я хотела бы поговорить с вами о герудотерапии. В одной из программ Диагноз Север мы уже затрагивали эту тему, но, пожалуй, она заслуживает отдельного эфира. Герудотерапия – это лечение заболевания человека с помощью медицинской пиявки. Полезные свойства этого червя известны человечеству на протяжении тысячелетий. О герудотерапии писали Гиппократ и Авицена, а на стенах египетских гробниц обнаружены изображения применения пиявок. Сегодня медицинская пиявка продолжает помогать человеку. В Санкт-Петербурге существует Академия герудотерапии профессора Альберта Крашенюка. Альберт Иванович разработал собственную методику лечения и профилактики заболеваний с помощью медицинской пиявки, которая с успехом работает в России и за рубежом. Основатель первой в нашей стране кафедры герудотерапии и природных методов лечения выступает с лекциями, в том числе и в апатитах. Наша задача как раз донести до широких масс населения о том, что пиявка это не архаизм, это хай-тек или хай-технология, это нанотехнология, но не та, которую придумал Чубайс, а это божественная нанотехнология. За полярным кругом Альберт Крашенюк собирает аудиторию не впервые. Интерес к герудотерапии после долгого забвения вновь набирает популярность в России, а для северян эта лечебная практика особенно актуальна. На севере сейчас фиксируются довольно ранние инфаркты и инсульты, причем это касается и как у вахтовых работников, так и у местного населения. Это связано с глубоким нарушением обмен на веществ. И оказалось, что пиявки способны нормализовать обмен веществ, то есть понижать уровень холестерина, так называемого вредного холестерина. Но есть еще один очень интересный нюанс. Они способны растворять атеросклеротические бляшки, то есть тот субстрат, который и вызывает инфаркты и инсульты. Поэтому, с моей точки зрения, для всех северян это показано не только как лечебная процедура, но и как профилактическая. Целебные свойства медицинских пиявок заключаются в секрете, который черви выделяют при укусе. В слюне содержатся белковые вещества, способные восстанавливать межнейронные связи и нейроны, вопреки крылатой фразе о том, что нервные клетки не восстанавливаются. В Академии грудотерапии с помощью пиявок лечат детский церебральный паралич. Благодаря нашему открытию нейротрофических факторов у пиявки мы показали, что, во-первых, можно лечить таких детей и не обязательно делать им операцию. Это можно решать просто консервативным путем. И это до сих пор вызывает удивление наших коллег травматологов и ортопедов. Фундаментальные исследования Петербургской Академии грудотерапии известны по всему миру. За раскрытие новых возможностей лечения пиявками Академия попала в Книгу рекордов Гиннеса. Ее отделения работают в европейских странах. Еще один кольский филиал планируют открыть в Апатитах. А уже сейчас грудотерапия доступна каждому в санаторно-оздоровительном комплексе Тирвас. Именно там я впервые познакомилась с чудодейственным червем. Какая гадость. Тогда я, конечно, пиявку зря обидела. Тем более, что она ради моего блага отдала жизнь. Все пиявки закупаются на специальной биофабрике. До отправки в медицинские учреждения они питались кровью животных, предназначенных для пищевой промышленности. В их безопасности можно не сомневаться. После однократного использования целебных червей утилизируют. Полезное действие грудотерапии оказывает не только на сердечно-сосудистую и нервную системы, но и оказывает болеутоляющие и противовоспалительные действия. Улучшает память и состав крови. Нормализует работу печени, почек и половой системы. Улучшает обмен веществ. А происходящий во время сеанса продолжительный отток лимфы из организма стимулирует работу лимфоузлов, что способствует укреплению иммунитета. Благотворное действие пиявки оказывают и на женское здоровье. Снимают воспаление, циклические боли, борются с бесплодием и помогают в родоразрешении. Мы показали, что если беременную женщину везти на пиявках, то они рожают легко, красиво, изящно, так как это делали бабушки. Прабабушки рожают по 8-10 и более детишек. Друзья, на сегодня это все. Не пропустите следующие выпуски программы «Диагноз Север». А самое главное, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин